Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. 13-й. 13-й это очень серьезный псалом. Вообще, в иудаизме цифра 13 это очень важная цифра, очень хорошая цифра. И как бы 13-й псалом, он поэтому выделяется и ноги, он очень мистический. Теперь давайте, что пишут древние источники об этом псаломе. Первое. Этот псалом читают в первую очередь для защиты от трагедии. Если ты чувствуешь что-то, мы сейчас вернемся чуть позже к этому. В принципе, вот звучит так, для защиты от трагедии. В духовном плане, как бы, говорится о том, что собственные заблуждения человека и проступки закрывают от человека руку Бога, постоянно который направляет нас в этом мире. Ему кажется, что мы брошены на волю случая, поэтому душа человека изъедена тревогой, скорбью. И поэтому есть слова, верни свет моим глазам. Это стих, псалом, который немножечко возвращает нам какую-то веру в себя. Написано в древних источниках, что он защищает от неожиданной смерти. От аварии, от катастроф, когда человек боится плавать, боится летать и так далее. Если человек сам чувствует опасность, немедленно читают этот псалом. Это очень эффективный псалом, написан для того, чтобы при болезни глаза. При болезни глаза, этот, как бы, верни свет моим глазам, это как раз очень на глубоком уровне написано, помогает этот псалом. Если человек хочет какой-то вопрос его мучить, он хочет получить на него ответ какой-то, написано, что надо прочитать этот псалом, задать вопрос и восемь раз это сделать перед сном. И потом лечь спать и ждать ответа на вопрос. Написано в древних источниках, что каждый, кто 13 раз, 13 дней будет повторять этот псалом, увидит спасение в том, что нуждается. Написано, что это открывает 13, вот то, что называется, шаарей и рахамим, ворот милосердия. Об этом подробнее, тут очень много мистики с этим псалом связано. Написано, что чтение 13-го псалма, 13-го числа, это величайшая сгула. Был такой раби Даниэль Фриш, это очень известный был человек, автор книги большой. И он рекомендовал всех, кто нуждается в спасении или излечении, произносить 13-ю главу Тегелим 13-го числа 13 раз. Он объяснял это, кстати. Он говорил, что сгула читать 13 раз 13-й псалом заключается в том, чтобы через число 13 привлечь вот это вот 13 атрибутов милосердия Всевышнего, а также 13 каналов благословений, которые обычно открываются в Роша-Шана и в Йом-Кипур. Но, если эти каналы, еще можно каналы эти открыть, если читать 13-й раз 13-го числа 13-й псалом. Кстати, кому это сложно написано, можно читать псаломы таким образом. С Роша-Шана 1-го числа до 13-го, а можно с 13-го по 26-е, например. Почему 26-е это гематрия четырехбуквенного имени Всевышнего? Но в любом случае, чтобы читалось 13 раз в месяц. Такой вариант тоже подходит. 13 раз просчитан 13-й псалом, в течение 13 дней дает в сумме гематрию слова Таль, Роса. 13, 13, 13, 39. Роса это всегда благословение. В слове Таль тоже еще как благословение говорят и другие источники, которые пишут, что вода отражает жизнь и благословение приносит. И поэтому написано, что Росой будут оживлены мертвые. И поэтому это очень важное, очень много мистики в этом 13-м псаломе, 13 раз в 13 дней. Что еще? Раби Шимон Зострополе учил, что количество букв, имени, имен на святом языке, входящих в имена наших праотцов Авраама, Эцхака и Якова, 13. Количество букв, составляющих имена наших праматерей Сары, Ривки, Рахилерей, 13. Это соответствует числовому значению 13 эхад, которые они провозглашали миру едином Творце. И если сожить количество букв 13-13, получается 26 гематриасового имени Ашема, которое что символизирует? Рахамим, то, что нам надо. И еще про этот псалом пишут, что это невероятно сильный псалом для того, чтобы привлечь благословение в свою жизнь. Если ты чувствуешь, что что-то не ладится, читай 13-й псалом. Ну, наверное, коротко и все. Рахава Цлаха, всего самого лучшего.